Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Отдохнуть с пользой для здоровья. Медики готовятся к открытию летнего сезона и дают рекомендации, как уберечь себя от неприятностей. Леонардо да Винчи приоткрывает тайны. Уникальная интерактивная выставка начала работу в «Анапе». Осторожно, амброзия. Как бороться с опасным сорняком и чем же он опасен? Как решится вопрос со строительством участка муниципального водопровода «Варваровки» на улице Калинина? Как улучшить медицинское обслуживание «Варваровки» и когда начнется ремонт дорог в Субсехе? Об этом шла речь на выездном приеме главы «Анапы» Сергея Сергеева в Субсехском сельском округе. Общественница Наталья Маслова подняла вопрос строительства муниципального водопровода на улице Калинина в «Варваровке». Положительный опыт есть на улице Заводской. Участвовали жители и власти. Жители приобретали материалы, технику выделил депутат, монтаж сделал водоканал. Люди с водой. Ну там 250 метров было. А вот по улице Калинина от 1 до 28 дома там почти километр. Сегодня дома питает аварийный водопровод, принадлежащий Винзаводу. Сергей Павлович поручил изыскать возможность и помочь людям. В прошлом году мы проводили собрание жителей улицы Калинина. И люди были согласны собрать деньги и даже за свой счет приобрести материал. Но им необходимо помочь выполнить эти работы. Все, что касается работы... Людмила Верещак пришла с просьбой отремонтировать участок дороги на улице Садовой в Субсехе. От Жолоба до Горной. Сергей Павлович, ну это то место, по вашему поручению сейчас проводим работы, где воду необходимо садовой отвезти, вот этот ручей. После этого отсыпем там часть. И в том списке эта улица также есть. Проект, который поможет решить проблему избыточных вод, готов. К его разработке по заданию главы курорта привлекли специалистов проектного института «Кубаньводпроект». Не откладывать, а приступать к реализации проекта с задания Сергея Сергеева. И людям скажите, сделаем его на отведение и сделаем дорогу. Все это будет в этом году. Об улучшении медицинского обслуживания Сергей Павлович говорил с жительницей Варваровки. Амбулатория у нас в Варваровке. Уже не люди в этом какой-то малой площади. Хотелось бы по возможности, конечно, если бы была такая возможность, то лучше бы новую. Временное решение строительства модульных зданий. Участок рядом со старым зданием есть. Сергей Сергеев наметил выезд в Варваровку совместно со специалистами, чтобы на месте принять решение. В Анапской городской больнице расширили возможности отделения травматологии. Нагрузка на медиков возрастает пропорционально населению курорта и в сезон значительно увеличивается. Анапское здравоохранение полностью готово к любым ситуациям. Однако сами медики напоминают, чтобы отдых оставил только хорошее воспоминание, необходимо и самим позаботиться о своем здоровье. Отдельные специалисты-регистраторы в травматологии появились с этого года. Это сделано, чтобы освободить медиков от дополнительной работы. Раньше они заполняли документы, а сейчас вся информация напрямую направляется в единую компьютерную систему. Теперь круглосуточно здесь дежурят не два, а три специалиста. Пациенты поступают с самыми различными травмами, начиная от вывихов и ушибов, заканчивая солнечными ожогами. В особенности это бывает, как правило, в первые или последние дни при приезде в наш город. Особое внимание, особенно в первые дни, адаптация нужна. Сразу не нужно ехать на море, не нужно в неизвестных местах купаться, прыгать с пирсов всевозможных. Особенно это касается моря, озер, рек. При взрослых, конечно, учитывая наши климатические условия, жаркую погоду, категорически не рекомендовалось прием алкогольных каких-то напитков и дальше уже идти в море. Вот это не нужно. С полудня до пяти часов вечера в пик солнечной активности на пляже, если и находиться, то только в тени. Медики рекомендуют разумно подходить к активному отдыху. Сафари на внедорожниках, поездках на квадроциклах, даже плохо организованные водные аттракционы могут стать причиной травмы. В целом, нагрузка на анапских медиков с наступлением курортного сезона возрастает примерно в три раза. В тестовом режиме, в принципе, даже мы проводили учения с медицинским персоналом. Готова и инфекционная служба, и травматологическая, и терапевтическая, и хирургическая. Мы имеем планы на разные случаи, которые могут развиться в городе-курорте. На как инфекционные заболевания, так и массовый травматизм. В принципе, к летнему сезону мы проработали каждый из этих сценариев. Вероятность таких событий достаточно мала, но и к ним нужно быть готовыми. Это инфекционное отделение в палатах-боксах сделали ремонт, обновили стены, линолеум заменили на плитку. Какого-либо роста заболеваемости в курортный сезон медики не фиксируют. По их мнению, это связано с тем, что за последние годы значительно выросла культура организации общественного питания, повысилось качество водопроводной воды, стало меньше стихийной и пляжной торговли. Однако, в любом случае, даже к отдыху следует подходить с умом. Тогда он действительно пойдет на пользу. Сегодня отмечается День социального работника. Этот праздник в России появился совсем недавно. Это было установлено указом президента в 2000 году. Но его история началась в 1701 году, когда Петр Великий повелел, чтобы в приютах на каждые 10 человек больных был один здоровый, чтобы он за ними ухаживал и за это получал вознаграждение. Сегодня же анапских соцработников честовали в культурно-досуговом центре Родина. Оформление документов, помощь на дому, да и просто доброе слово. Сегодня социальные работники незаменимы в нашей жизни. Поэтому слова благодарности в их адрес в очередной раз признание их заслуг. Нашу с вами работу нельзя измерить шагами, нельзя потрогать руками, нельзя измерить деньгами, посчитать деньгами. Вы лекари человеческих душ. И именно от вас зависит не только, каким человек уйдет, с каким настроением, с вашего приема, но как дальше он будет жить. За вклад в развитие города и помощь населению, почетными грамотами от имени главы города Сергея Сергеева были награждены сотрудники самых разных социальных служб. О масштабах их работы сухая статистика цифр. Чтобы представить себе масштабы нашей работы, я могу сказать, что на сегодняшний день в учетной базе Управления социальной защиты населения состоит на учете 117 657 человек. То есть это лица, которые в разное время обращались к нам за различными видами социальной поддержки. А активных получателей мер социальной поддержки у нас на сегодняшний день 68 тысяч. То есть по каждому обращению, иногда обращается один человек, мы назначаем ему три вида выплаты, иногда четыре, пять. И по каждому виду выплаты специалист должен обязательно сформировать личное дело, чтобы оказать эту государственную услугу. Также участников праздничного мероприятия поздравила депутат Елена Некрасова. Народные избранники активно сотрудничают со всеми социальными службами города. Но также огромную поддержку социальным работникам оказывает молодежь Анапы. Это заслуга Елены Анатольевны, которая смогла сплотить свой коллектив. Делаем это через волонтерство. У нас есть в нашем университете волонтерский отряд. Мы помним прошлое, спасибо за будущее. Ребята в течение всего года посещают ветерана Великой Отечественной войны, пожилых, и оказывают им максимальную помощь. Убирают квартиры, ходят за лекарствами, ходят за продуктами, оказывают внимание ветеранам. Я думаю, что именно через такие проекты идет максимальное привлечение молодежи к помощи социально незащищенных слоев населения. Именно такие проекты учат молодежь оказывать помощь всем слоям населения. Особо тепло в этот вечер чествовали ветеранов социальной службы, которые отдали много лет своей работе и воспитали достойную смену. Сегодня весь зал приветствовал их стоя. Мы с вами благодарны зрителям, мы с поддержкой ваших детей. Также свои музыкальные подарки подготовили творческие коллективы города. Песни и танцы добавили еще одну позитивную нотку в этот праздник. А завершилось мероприятие выступлением хора социальных работников. В Анапе скоро зацветет амброзия. Уже сейчас в станице Гостогаевской можно обнаружить взрослые растения. Мы узнали, чем именно опасны это растение и как от него избавиться. Несмотря на безобидный внешний вид, амброзия – опасный сорняк. Растение очень неприхотливо. За сезон дает до 100 тысяч семян. Попавшие в почву, они могут прорасти в течение полувека. Амброзия буквально выкачивает из земли воду и удобрение. Оттого и урожай садоводов получается скудным. Сорняк представляет серьезную опасность и для людей. Прецветение вызывает аллергическую реакцию у людей. В этом году, несмотря на то, что погодные условия у нас такие, то жарко, то холодно, но амброзия начала развиваться, вернее, развивается гораздо быстрее, чем это было, допустим, в прошлом, позапрошлом году. Есть несколько способов борьбы с сорным растением. Еще в Советском Союзе опытная станция садоводства занималась разведением специальных вредителей-листоедов. Планировалось, что насекомые станут естественным врагом сорняка. Однако процесс разведения оказался слишком трудоемким и затратным. Самым эффективным оказался проверенный временем способ механического уничтожения. Либо вырывать, либо применять гербициды, которые идут для уничтожения вот этой сорной растительности. Ну, в крайнем случае, косить. Но кошение – это не лучший метод в том плане, что, когда мы скашиваем, у амброзии просыпаются боковые почки. И вместо одного побега с цветочком на конце получается у нас до восьми побегов. И, соответственно, соцветий уже будет не одно, а восемь. Согласно законам о карантине растений, уничтожать амброзию должен владелец или пользователь земельного участка. Бороться с амброзией не так сложно. Нужно лишь выйти во двор своего дома и с корнем вырвать сорняк из земли. Специалисты еще раз напоминают – от этого зависит наше здоровье. Пользователи социальных сетей обсуждают видеоролик, который распространяется в интернете. На телефон снят водитель маршрутного такси, предположительно находящийся в нетрезвом состоянии. Отдел по транспорту и связи администрации заявляет – события видеоролики произошли почти четыре года назад. Подобных фактов в сфере пассажирских перевозок Анапы более не повторялось. Свой комментарий нашей телерадиокомпании дал руководитель транспортной компании, за которой закреплен этот автобус. Данный инцидент произошел в 2013 году. На предприятии проведено расследование у нас внутреннее. Плохо стало. Он не был пьяным? Нет. Потому что утром у нас осуществляется предрейсовый осмотр водителей. Давление проверяют, прежде чем выпустить на линию. Усилили контроль, естественно. Ведется учет группы риска у медиков, кто с давлением повышенным. Какие моменты есть, они отслеживают и принимают решения на производственном уровне. У нас каждые два года водителей отправляем на медицинское освидетельствование. Полностью в медкомиссию проходят водители у нас согласно договору с медицинскими предприятиями. Согласно закону выполняем требования эти. На работу мы никого не принимаем без медкомиссии. По безопасности обучение проводится водители у нас. 20-часовые обучения, стажировки водителей проводятся. В ритмах южного лета. Официальное открытие курортного сезона в Анапе. День России. Эти выходные в Анапе ожидаются насыщенными яркими событиями и грандиозными сюрпризами. 11 июня на театральной площади в 10 часов стартует танцевальный марафон «Все будет круто». Затем галоконцерт участников Всероссийского фестиваля «Адрес детства России». На улице Горького пройдет праздник кубанского изобилия, гостеприимная и щедра кубанская душа. Родители с детьми с 10 до 16 часов в сквере Гудовича будет встречать молодежный арт-квартал «Молодежь Кубанета Сила». А в Ореховой роще будут ждать на игровых представлениях праздника «Пусть над нами солнце светит». В день открытия курортного сезона всем желающим будут предложены бесплатные квест-экскурсии по историческим местам Анапы. Новой точкой притяжения для любителей пляжных развлечений станет открытие водно-развлекательного комплекса «Бора-Бора» на Пионерском проспекте. В 20.30 шоу-программа «В ритмах южного лета» подхватит падающие с неба искры красочного праздничного фейерверка. И до полуночи Анапа будет купаться в волнах зажигательного танцевального карнавала. А 12 июня в День России на Театральной площади в 11 часов состоится праздничный концерт «Моя страна – великая держава». В 12 часов на спортивной площадке на Крепостной пройдут соревнования по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Завершится празднование Всероссийским летним рок-фестивалем «Родина зовет» на Театральной площади с 20 до 22 часов. Леонардо да Винчи раскрывает свои секреты. В Анапе открылась уникальная мультимедийная выставка, посвященная творчеству этого гениального изобретателя и художника. К тайнам всемирного искусства прикоснулась и наша съемочная группа. Выставка такого формата проходит в Анапе впервые. Подобной интерактивной экскурсии в России нет. Над ее созданием трудились десятки программистов, аниматоров и историков. Задача проста – открыть все тайны Леонардо да Винчи. Эта выставка идет в формате мультимедия. Внутри установлены экраны в формате Full HD. Именно проекционное изображение в сочетании с 3D-анимацией и объемным звуком, что позволяет погружаться именно в атмосферу таинственности и искусства. Атмосфера внутри павильона действительно поражает. Ты словно попадаешь в атмосферу времени великого изобретателя. Причем историки провели масштабную работу при формировании материала. Зрители узнают о неизвестных фактах из жизни гения, к примеру, о его совместных проектах с военными. Впрочем, это не единственный факт, который открывают для себя зрители. Честно говоря, для меня много нового. По сути, про да Винчи я мало слышала. Нам в школе, правда, мало рассказывали, в техникуме также. Но когда вот пришли, когда увидели эти картинки, то есть прочитали первые строки, то есть стало как-то интересно прям вникать в это. Организаторы выставки предусмотрели и социальную программу на льготных условиях. Ветераны, малообеспеченные и многодетные семьи могут посетить интерактивную экспозицию совершенно бесплатно. Сегодня здесь первыми зрителями стала многочисленная семья Маториных. Перед началом представления организаторы вручили детям сладкие подарки. Мы очень благодарны нашей администрации и организаторам этой выставки, потому что дети, они все равно не сопоставляли такой объем знаний, изобретений, гениальных, либо невероятных картин. Эта выставка собрала сразу мощная, очень мощная выставка для детей. Мы очень вам благодарны, тем более мы посетили бесплатно для огромной многодетной семьи. Это такое хорошее подспорье в хозяйстве и для развития детей, конечно. Каждая выставка, которая у нас проходит, мы помогаем детям. То есть мы либо отчисляем процент на ребенка, который болеет, либо стараемся помогать детским домам в разных апостасиях. То есть будь это денежная помощь, будь это просто такая помощь, что детишки приходят, смотрят, им нравится. Я считаю, это уже какой-то вклад в будущее ребенка. Выставка продлится до октября. Если она окажется востребованной гостями и жителями города, то организаторы планируют привести и другие проекты. Кроме этого, сейчас идет кропотливая работа по созданию макетов репродукций и изобретений Леонардо да Винчи. А значит, в скором будущем эти работы можно не только будет увидеть в мультимедиа, но и познакомиться с экспонатами, как говорится, вживую. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин